Привет, вязальная банды! Сегодня я покажу вам, как связать вот такую маленькую, но очень классную, стильную сумочку, которую можно носить через плечо или на пояс и класть туда всякие маленькие штучки, например, очки или ключи или телефончик. Смотрите видео урок и учитесь! Нам потребуется магнитная кнопка, застежка, один маток рафии, иголочка и крючок 3,5 мм. Мы начнем вязать с передней части сумочки. Для этого делаем первую петлю и набираем цепочку из 35 воздушных петель. Вот я набрала такую цепочку, теперь от крючка отсчитываю 3 петли и в третью петлю провязываю столбик без накида. И дальше всю эту цепочку надо обвязать столбиками без накида. Вот я провязала весь ряд, теперь разворачиваю вязание, делаю 1 воздушную петлю и провязываю столбик без накида в эту же точку. Теперь обвязываю весь ряд столбик без накида, довязываю этот ряд и опять разворачиваю вязание, делаю 1 воздушную петлю, провязываю в эту же точку столбик без накида и вяжу столбик без накида весь ряд. Таким образом, поворотными рядами мы провяжем 20 рядов. Теперь этот прямоугольник надо обвязать столбик без накида по трем сторонам. Вот я обвязала три стороны нашего прямоугольника, получились ровные края и вот такая передняя часть сумочки у нас получилась. Теперь будем вязать заднюю часть сумочки, для этого набираем цепочку из 50 воздушных петель и также поворотными рядами провязываем 20 рядов. Затем этот прямоугольник надо обвязать столбиками без накида по трем сторонам, так же как мы это делали и с передней частью. Вот такие две детали у нас получились, одна побольше и одна поменьше. Для того, чтобы наша сумка получилась объемная, необходимо связать вот такую боковую часть. Для этого надо набрать цепочку из 5 воздушных петель и провязать поворотными рядами 83 ряда. Теперь три стороны этой полосочки обвяжем столбиками без накида. У нас получилась вот такая боковая часть сумки. Все детали перед сшиванием необходимо отпарить через хлопковую ткань, чтобы они разгладились. Чтобы связать ремешок для сумки, необходимо набрать цепочку из 6 воздушных петель и провязать поворотными рядами необходимую вам длину. С помощью иголочки можно пришить замочек на ремень. Также можно связать небольшую полоску, которая послужит креплением для ремешка. И вот таким образом иголочкой ее пришить. Теперь начнем сшивать детали нашей сумки. Сначала мы сошьем переднюю часть и боковую часть. Для этого нам потребуется игла. Вот я сшила две детали нашей сумки. Теперь буду пришивать заднюю часть. Обратите внимание, что задняя часть пришивается не полностью. Мы оставляем с двух сторон отверстие для ремня. И этот ремешок вот так свободно там вставляется. Теперь мы будем устанавливать магнитную кнопку. Она состоит из четырех деталей. Первая часть это магнит и плоская кнопка. Она устанавливается на крышку. Здесь можно стукнуть чем-нибудь тяжелым, например, молоточком, чтобы она хорошо закрепилась. На другую часть сумочки мы устанавливаем магнитик с усиками. И сзади он закрепляется вот таким диском. И усики загибаются. Вот такая сумочка у меня получилась. Уверена, что получится и у вас. Всем счастливого вязания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok